Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и сегодня я хочу вам рассказать об игре Battle Brothers. Игра долгое время была в раннем доступе, а релизнулась в конце марта этого года. В день релиза, кстати, я делал стрим, но откровенно он не очень удался, меня там быстро раскатали, по-моему, в первой или второй битве, просто потому что я в Battle Brothers еще к тому времени не разобрался. Это тактическая пошаговая РПГ, чем-то похожа на King's Bounty, Darkest Dungeon и, наверное, еще The Banner Saga можно вспомнить. В двух словах, вы собираете отряд, то самое боевое братство или боевых братишек, не знаю, как лучше Battle Brothers перевести на русский, ходите по карте с несколькими поселениями, берете квесты и выполняете их в тактических пошаговых битвах на отдельной карте. Убив монстров или бандитов, вы возвращаетесь в поселение, где взяли квест и получаете награду. С течением игры у вас повышается узнаваемость, знаменитость, и вам дают все более сложные квесты с большим количеством денег, и таким образом игра развивается. В принципе, много игр с такой механикой, можно сказать, ничего необычного. В чем же фишка именно Battle Brothers? Во-первых, это постоянно заново генерируемый мир, в котором вы играете. Каждый раз карта будет новой, по-разному будут располагаться поселения, дороги, это, кстати, влияет и на сложность игры. Так что можно переигрывать и переигрывать. Во-вторых, внезапно это рандомно генерируемые задания. И это одна из причин, кстати, почему игру невозможно перевести на русский. Да, кстати, она только на английском языке. Она вообще, по-моему, ни на один язык не локализована, кроме английского. Есть неофициальный русификатор, но он переводит только там менюшки, какие-то статы, но сам сюжет и сюжетные задания перевести невозможно, потому что они, еще раз повторю, рандомно генерируются из нескольких предложений. Не знаю, как это удалось разработчикам, но вот квесты тут действительно, описания их большие, их надо читать реально, чтобы погрузиться в историю. Но они, эти самые описания, случайно сгенерированы. И как вы понимаете, даже если какие-нибудь переводчики доберутся до этого текста и переведут эти слова один в один, то текст, который из них будет составляться, он будет уровня йоды, наверное. Ну, точно уровня промта какого-нибудь автоматического переводчика. Лучше уж считать на английском, на самом деле. Но самая главная фишка, это, конечно, вот ваше это боевое братство, когда вы собираете команду ваших головорезов. На поле битвы может быть максимум 12 человек, а вообще под вашим началом максимум 20, то бишь 8 могут быть в запасе. И это понятно, потому что после каждой битвы у вас будет куча раненых со сломанными носами, конечностями, отрезанными ушами, им надо подлечиться будет. И сразу вам говорю, эта игра очень недружелюбна к намечкам, поэтому не стесняйтесь начинать с самого легкого уровня сложности, чтобы разобраться вообще, что тут к чему. И я вот сейчас, делая этот обзор, я реально играл на легком уровне сложности, меня вполне все устраивало. Нечасто я в стратегии играю на самом легком уровне, но Battle Brothers слишком недружелюбен, на самом деле. Так что не стоит ни Айронмена включать, ну это режим, который не позволяет сохраняться, не ставить высокий уровень сложности, начинайте с легкого. Айронмен тут, кстати, тоже важная часть геймплея, просто потому что при найме новых братишек в вашу компанию головорезов вы увидите, что у каждого боевого брата есть особенности, не просто характеристики, да, там атака, защита, а их особые склонности, наверное, можно так сказать. Они как есть и положительные, так и отрицательные, есть и нейтральные вполне. То есть никому не хочется иметь в команде пессимиста, алкоголика и коллегу. А узнать эти характеристики вы можете, только взяв их в команду. Правда, у некоторых ребят погоняло есть такие характерные, то есть там Пит пропоится, явно, что у него будет особенность алкоголик, не стоит его брать. Так вот, режим железной воли, да, Айронмен не позволяет просто делать сейвы, прежде чем вы будете брать в команду ребят. И вам приходится частенько собирать команду из всяких, всякого отребья с отрицательными чертами. Поэтому я и говорю, что начинайте на легком уровне сложности без этого Айронмена. Кроме того, особенности братишек иногда стартуют всякие события на карте случайные, которые зависят именно от склонностей участников вашего отряда. Ну и, естественно, влияют на их поведение на поле битвы. Например, черта железные легкие, Айронлакс, лангс, правильные легкие произнес по-английски, дает восстановление 20 усталости в ход вместо 15, как у всех остальных. Отличная черта, этот парень будет очень крут. С другой стороны, черта астматик, наоборот, восстанавливает только 10 усталостей вместо 15, а это очень мало. То есть через пару ходов он у вас просто не сможет ничего делать, ему приходится остановиться и отдышаться. А в это время зомби ему настучат по кумполу. Выживший, такая черта есть, да, он, даже когда его как бы убивают на поле боя, он может выжить после битвы и останется в строю. Но это такая сомнительная черта. Дело в том, что практически у всех сильно раненых братишек обязательно появляется какое-то постоянное ранение. Например, я ходил с парнем, у которому оторвали нос вообще навсегда. Ну и, естественно, это ранение, оно дает какой-то минус в битве. Так вот, выживший, значит, обязательно будет с этим каким-то перманентным ранением. И фиг его знает, что было бы лучше. Чтобы его убили, и вы наняли какого-нибудь нового парня. Или ходить с этим перманентным ранением. Кроме того, как я и сказал, каждая вот эта черта может стартануть какое-то событие на карте. Особенно этим славятся пессимисты и суеверные. Вот с ними тоже я не очень рекомендую связываться. Просто потому, что они надоедают ныть по всякому поводу непонятному. Да, и вот тут, собственно, почему я сказал, что эта игра похожа на драк из данжен чем-то. Тут, конечно, не такая атмосфера безысходности. Но то, что в вашей команде будет постоянной смерти ваших любимых бойцов, это точно. Ладно, если его только наняли, и он в первом бою умер, да. Это еще не так жалко, но когда вы с ним прошли уже несколько боев, он у вас там прокачан до уровня пятого. А тут максимум, по-моему, только до одиннадцатого можно, кстати, прокачаться. То есть пятый уровень, то есть считайте середина прокачки вашего бойца. И вот он умирает. А еще, знаете, обидно, когда он может умереть из-за вашего же бойца. Такое тоже бывает, особенно эти мучники славны. Тут такая система стрельбы, что если вы будете стрелять в ближайшего юнита соперника, то получится, что ваши же бойцы его загораживают от лучника. Такое тоже может быть. И у меня лучники, наверное, трех или четырех моих же бойцов завалили. И это на легком уровне сложности. Даже на нем это все жалко. Тут надо думать о тактике. То есть я поэтому и говорю, что начинайте с легкого. Это позволит вам хотя бы разобраться. Потому что действительно игра вначале вываливает довольно много информации на неподготовленного игрока. И тем более она на английском. В Battle Brothers важно думать над расстановкой ваших воинов на поле боя. Важно использовать ландшафт того места, где вы бьетесь. То есть лучники довержены наверху стоять. Да и вообще юнит, который находится выше, получает бонусы. Те, которые ниже штрафы. Если вы находитесь в болоте, то тоже получаете штрафы. Надо выходить на более ровную поверхность. Тут постоянно разные места битв. Их тоже надо и важно использовать. Важно разобраться с разным вооружением, которое у вас есть. Потому что оно различается не просто уроном, но и видом урона. Я вот сейчас, например, остановился на такой схеме. У меня впереди пять бойцов с топорами и щитами. За ними четыре бойца с пиками. И за ними три бойца лучников. Точнее, два уже с арбалетом. Один с лучником до сих пор ходит. Почему так? Потому что передние пять бойцов сдерживают натиск противника. Они со щитами, они могут добавлять еще плюс себе к защите. Особенность. И стоят, сдерживают общий натиск. Сзади чуваки с копьями могут бить юнитов через клетку. Если другие бойцы с ближним оружием бьют только соседнюю клетку, то пики и копья через клетку. То есть они дополнительно еще урон наносят. Ну и, соответственно, лучники с арбалетчиками на дальнее расстояние могут стрелять. И наносят предварительный урон сопернику. Но дело в том, что противник тоже не так прост. Он старается обходить с флангов. Нападать на более незащищенных братишек. Более того, тут есть зона контроля. То есть если вы уже рядом с соперником, то отойти от него так просто не получится. Вы сначала получите удар. И только потом отойдете. В общем, здесь очень много всяких тактических возможностей. И бои в Battle Brothers лично мне, по-моему, намного интереснее, чем в XCOM 2, том же последнем. Это я вспоминаю последние игры с тактическими боями, в которые я играл. Важно разобраться с оружием. Важно разобраться с вашим защитным обмундированием. Потому что тут есть защита тела и защита головы. Например, к вам идет зомби без защитной каски. Круто на него натравить бойца с цепом, чтобы он бомбил именно по голове его. А не в торс, который у него защищен кольчугой. Вы, кстати, можете в любой момент убежать из боя. Но тогда каждый братишка получит по одной временной ране в любом случае. С другой стороны, это в любом случае лучше, чем потерять прокачанного бойца. Да, в игре есть режим еды, лечения и ремонта вашего снаряжения. Но сделано это, кстати, совершенно не напрягающе. То есть вы просто в инвентарь покупаете еду, инструменты для ремонта, стрелы для лука и бинты. У вас сверху написано, сколько у вас еще этих штук осталось в инвентаре. И с каждым днем у вас постепенно они отнимаются. Как и отнимаются деньги на зарплату вашим боевым братьям. Ну и вещи ремонтируются постепенно в процессе передвижения. Как и раны лечатся. Вам будет написано, сколько времени осталось до излечения той или иной раны. Вы можете это ускорить в городах, если там есть храм. Вы не полностью, кстати, излечитесь, а именно ускорите излечение. Вещи на ваших бойцах ремонтируются автоматически. А те, что в инвентаре, можно ставить, ремонтировать их или нет. Просто если они отремонтированы, то их можно подороже будет продать. Графика в игре, конечно, несколько схематичная. Но для инди-проекта очень-очень неплоха. То есть имеет свой такой шарм фигурок необычных на доске. Музыка хорошая. Лично я ее не отключал в процессе игры. Да, много текста. То есть озвучки тут нету в принципе. Много английского текста, который стоит читать и надо читать, чтобы погружаться в атмосферу. И, к сожалению, локализации точно не будет. Мир такой времен средневековья с орками, некромантами. Есть легкая магия. Но чем мне вот нравится всегда в играх, это когда мир как бы не пляшет вокруг вас. Вы просто такая банда наемников, да? Которые выполняют определенные задания, которые им дают. У них есть свои глобальные задания. Например, в начале вам там... И, кстати, вы эти глобальные задания можете сами выбирать. У вас будет выбор. Например, либо посетить все поселения на карте, либо заработать там 2000 золотых на данный момент. И вот когда вы эти глобальные задания выполняете, у вас еще повышается известность. Из минусов игры давайте пройдемся. Ну, во-первых, это генератор случайных чисел во время битвы. Я ненавидел это в XCOM 2, да и в первом XCOM. Я ненавижу это практически во всех стратегиях по Вархамеру, как то Blood Bowl или The City of the Damned. Есть он и в Battle Brothers во время битв, так что вполне могут с одного удара убить вашего братишку, но все-таки здесь он не так суров. Особенно, конечно, на низком уровне сложности. На высоком уровне сложности с Iron Man я, наверное, бы раздолбал монитор. Собственно, как и во втором XCOM, поэтому крайне не рекомендую. И вообще, очень я не люблю, когда вот такие рандомные штуки во время битв используются. Во-вторых, в принципе, вся игра сводится к тому, что вы берете квест и выполняете его. Причем одновременно вы можете выполнять только один квест. Если вы взяли квест в деревне, вы должны его выполнить. Еще одного вам просто не дадут. И, в общем, игровой процесс сводится к тому, что вы заходите в деревню, продаете ненужное вам, покупаете нужное вам, берете очередной квест, идете его выполнять. И идет тактическая битва. Вы возвращаетесь, продаете, покупаете, берете квест, тактическая битва. В некотором смысле, наверное, это может когда-то надоесть. Мне же здесь тактические битвы нравятся, они разнообразные, по-моему. Да и если читать описание квестов, следить за сюжетом, то ты погружаешься в этот мир. Но, в принципе, конечно, хотелось бы какого-то большего разнообразия. Вы, кстати, можете и не брать квесты, вы можете просто ходить по карте и находить всякие необычные места, там, лагерь орков или бандиты спрятать в какой-нибудь разрушенной избушке. Такое тоже возможно, пожалуйста. В общем, Battle Brothers, по-моему, та игра, на которую точно стоит обратить внимание всем любителям пошаговой тактики. Если вам нравятся тактические бои, которые разнообразны, в которых надо думать, в которых компьютер все-таки играет против вас, а не имеет какие-то внезапные необоснованные преимущества, когда у вас там три инопланетянина с теком разбегаются в разные стороны, то настоятельно рекомендую Battle Brothers. Мне в ней интересно, я думаю, что чуть позже и стрим еще один сделаю по ней, уже разобравшись в игре, и всем любителям пошаговой тактики, уверен, игра придется по вкусу. На этом все. Играйте в умные игры. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.